Всем привет, с вами Денис Пахила, это мой блог на телеканале Дом, в котором я рассказываю, как же дела у меня дома на Донбассе. 1 октября самопровозглашенные власти ДНР и ЛНР начали демонтаж таможенных пунктов между отдельными районами Луганской области и отдельными районами Донецкой области. Между ними есть таможня, есть на всех четырех автомобильных пунктах пропуска, а именно Дебальцево, Снежное, Никишино и 759-й километр трассы М-03. С луганской стороны находятся пункты пропуска Чернухина, Чернухина-1, Мюсинск и Фащевка. На постах разобрали шлагбамы, ограничительные знаки, ну и все остальное. Так называемая ЛНР сделала зеркальные действия. До этого, 15 сентября, ДНР и ЛНР подписали так называемый Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Вот как видят в группировках ЛДНР концепцию этой самой единой таможенной территории. Если предприятие, зарегистрированное при ДНР, захочет поставить товар в отдельные районы Луганской области, ну и наоборот, то это все же будет считаться внешнеэкономическим контрактом. Кстати, там подчеркивают, что так называемый режим свободной торговли не предполагает объединения ОРДО и ОРДО. Преференции свободной торговли будут заключаться в том, что предприятию так называемой ДНР, либо же ЛНР, не нужно проходить процедуру аккредитации как субъекта внешнеэкономической деятельности. А это значит, что поставка товаров в рамках заключенного контракта не облагается таможенными пошлинами и сборами. Друзья, вы будете смеяться, я уверен, но раньше из ОРДО в ОРЛО возили товар прямо как из-за границы. Но игры в государство продолжаются. Издание Коммерсант со ссылкой на источник в российских госструктурах пишет, что отказ группировок ДНР и ЛНР от таможни между подконтрольными им территориями связан с желанием Москвы навести там порядок. Вот что говорит источник издания, цитирую, нельзя бесконечно жить в режиме военной экономики. Снятие границ, ну то есть между так называемой ДНР и ЛНР, это первый шаг в интеграции. Конец цитат. Ну осталось только понять, в интеграции кого и вообще куда. А вот директор Российского института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в разговоре с Коммерсантом выразил сомнение, что изменения придадут какой-то импульс экономике ЛДНР. Цитирую, речь не о развитии, а о поддержании того уровня, который кому-то кажется приемлемым. Мы до сих пор сталкиваемся с проблемой, что в так называемых ДНР и ЛНР нет открытой статистики по экономике. Главное военная тайна, размер бюджета и его финансирование. Бюджет самопроводглашенных властей действительно интересная и очень загадочная вещь. И раскрывать этот секрет Полишинеля в Кремле не хотят. По мнению спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича, эта ситуация показывает, что экономический кризис в Урдло проник уже до самых корней конфликта. Первый вопрос, что разделило молодые республики и два братских народа в самом начале 2014 года. Антропологические различия, генные различия, длительная и противоречивая история – это большой вопрос. На него еще нужно найти ответ. На злые языки говорят, что разделило их следующее. ДНР досталось ФСБ России, а ЛНР – ГРУ России под кураторство. И все дружненько зарабатывали как могли. На контрабанде. Ну, в основном на контрабанде. И разное экономическое пространство нужно было для того, чтобы разделить зону ответственности. Они там друг друга не перестреляли. Сейчас, видимо, российское руководство решило пресечь эти моменты. Ну, посмотрим, к чему все это приведет. В конце концов, может, в Донецке и Луганске не будет элементарных проблем, вроде картофельного кризиса, о котором говорят уже несколько дней. О нем я подробно расскажу уже скоро. Друзья, не забывайте о подписке на наш канал, также не забывайте о лайке и комментарии. И также у нас есть социальные сети, как Facebook, Twitter и Telegram, на которые тоже стоит подписаться. Спасибо вам за доверие. Ну и до встречи.